Генеральный партнер Imperial Home Добрый вечер, дорогие друзья! Во все времена, а в наше особенно, человек хочет зарабатывать побольше финансов. Для чего? Для того, чтобы, наверное, хорошо жить. А хорошо жить в основе своей означает хорошо кушать. Итак, темы сегодняшней передачи избраны. Возможно ли зарабатывать на ресторанном бизнесе? И гость, который находится у нас в студии, человек многоопытный и многообещающий, предстоящий нам с вами в беседе. Итак, встречаем создателя самых разных ресторанных сетей, человека, который кормит, возможно, всю нашу страну, наш город, а может быть и ближние и дальние зарубежья, предприниматель в сфере ресторанного бизнеса Юрий Негоднюк. Добрый вечер, Юрий! Здравствуйте! То есть ваша фамилия, она не отражает качество питания, да, которое вы предлагаете? Я надеюсь, что нет, да. И давайте все-таки сразу же начнем с главного, а возможно, митис основного. За кулисами передачи вы сказали мне, что у вас есть субъективное, может быть, объективное разделение предпринимателя от ресторанного бизнеса и ресторатора. В чем же разница? Ну, это чисто мой, как вы сказали, субъективный взгляд, потому что я считаю, что ресторатор – это человек, который, наверное, создает концепции ресторанные, да, который больше имеет творческий подход к ресторанам. То есть предприниматель-ресторатор – это тот, кто делает рестораны прибыльными. То есть если два в одном заключаются, вы постоянно во внутреннем конфликте находитесь. Хочется натворить, а нельзя, бьете себя по рукам. Это самая главная проблема рестораторов, потому что мы хотим сделать что-то интересное, красивое, но, к сожалению, к этому обычно потребитель не готов. Из этого, как получается, провальные проекты. То есть вроде как ресторатор где-то наездился за границей, посмотрел что-то интересное, он полон идей, он хочет это воплотить. Приезжает, начинает делать, вкладывает деньги, а гость приходит и говорит, а где же мои казы, ну, к примеру, да, там что-то такое набороченное даются. И поэтому зачастую эти рестораны терпят фиаско. А можете привести какой-то пример? Возможно, не захотите позориться на всю страну, хорошо, мы поддержим это ваше желание. И с коллегиальной следом. Я могу, не коллег, конечно, коллег мне неудобно, наоборот, говорить про них, но я лучше, наоборот, про себя скажу, что мне не стыдно. Я открыл очень много ресторанов за свою карьеру, а закрыл не так много, поэтому я могу сказать, что тот процент, который закрыл, это как бы нормально. Это вот те самые мои творческие ошибки, которые творчество победило, наверное, к сожалению, мой финансовый расчет. Я вот недавно открыл такой интересный концепт, вот назывался суши-тако, то есть это смесь тако мексиканского вместе с суши. У меня это блюдо было в ресторанах, как отдельная страничка в меню. Мне почему-то показалось, что это может существовать как отдельная концепция. Ну, я, конечно же, пролетел, грубо говоря, сгорел, и проект оказался убыточный. И основная масса гостей не поняла его. Ну, то есть оно приходило, они приходили, они, кроме этого, хотели что-то еще. А был такой монопродуктовый концепт, ну, и, собственно говоря, его закрыл. И еще раз понял, что нужно очень внимательно изучать, прежде всего, потребителя, а потом уже смотреть на какие-то свои фантазии, свои желания, свои какие-то творческие порывы. То есть потребитель все-таки стереотипен, да? Ну, я скажу так, что само понятие еда – это консервативное понятие. Ну, то есть оно же у нас зарождается в поколениях. То есть как ели наши родители, как наша прабабушка, дедушка и так далее. Все закладывается с детства. Поменять вот эту парадигму очень непросто. То есть если мы привыкли каждый день есть, я не знаю, там, картошку с мясом, то заставить есть фуа-гру очень тяжело. Во-первых, она дорогая, там, и еще много факторов, то, что не является нашим менталитетом, да, вот в привычной еде. Поэтому какие-то вводить новые продукты, новые блюда крайне тяжело, и надо делать крайне осторожно. И это нужно делать в рамках существующего постоянного меню и давать в виде каких-то специальных предложений, каких-то сезонных меню, там, и так далее, и так далее. А делать заново новую концепцию ресторанную, которая построена на чем-то новом, то есть это, скорее всего, вы можете получить убыток в итоге. И поэтому у нас страна многонациональная, и поэтому, наверное, в меню почти каждого ресторана присутствует европейская кухня, куда включена, куда же без итальянская, мы никак не обойдемся, русские блюда, азиатское меню, да, то есть что-то из китайской, что-то из корейской, что-то из японской, и вот такой микс. Но тогда, Юрий, а как же не потерять свое лицо как ресторатора, предпринимателя отдельных ресторанов в этой толпе, в принципе, идентичных обликов? Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос и очень сложная задача. И действительно, как вы сказали, если посмотреть, то, наверное, 80-90% ресторанов работают по очень похожему меню. Ну, как вы сказали, везде есть стейк-ребай, ну, образно говоря, везде есть бургер, везде есть практически пицца или паста, суши. И вот, к сожалению, вот этот стереотип, что вот это блюдо должно быть обязательно в меню, он, конечно, нам, ресторанам, сильно мешает, и вот выделиться среди всего этого – это крайне тяжело. Здесь, конечно, работают больше всего маркетологи уже над этим. Правильное позиционирование, правильный брендинг, там какая-то цветовая гамма, наличие каких-то уникальных там частей интерьера, деталей, каких-то посуды, униформы или еще чего-то, еще чего-то. То есть в комплексе ты должен чем-то отличаться. Если какой-то уникальной ценой на продукт, допустим, вам удалось найти какую-то поставку какого-то продукта по хорошей цене, вы можете этот же продукт, который у всех предложить, допустим, дешевле. Либо, наоборот, вы нашли уникальный продукт, которого нет ни у кого. Вы можете, ну, допустим, вот мы говорим сейчас, не знаю, про суши вы сказали, да? Вы нашли тот же лосось, свежеохлажденный, на очень хорошей цене, очень хорошего качества, и вы можете предложить, даже пускай немножко будет дороже, но качество его будет гораздо лучше, чем у соседа вашего. Поэтому вы начинаете иметь преимущество конкурентное. То есть здесь уже работа идет больше над качеством, наверное, над самим ассортиментом. Потому что уже у всех есть суши, уже у всех есть пицца, у всех есть стейки, но теперь потребитель выбирает, а где лучше эти стейки, а где лучше эти суши. И вот тут начинается в этом уже борьба, работа над качеством. А там уже идет работа над персоналом, а рестораторы начинают привозить каких-то шеф-повров из границы, в частности из ближнего зарубежья, из Москвы, из России, из Санкт-Петербурга. И тут уже вот в этом идет операционка такая. Здесь уже опять менеджерские качества должны проявиться. Это опять же менеджмент, менеджмент, операционка, управленческие качества и так далее. Митя, а вы бы какой ресторан, какой кухни открыли? Я бы, ну так как я наполовину башкир, наверное, башкирской. А, как интересно. Или татара башкирской кухни. Очень кстати. А какие обгородные блюда в башкирской кухне? Вот практически такие же, как татарские. Допустим, есть чак-чак, только в татарском чак-чаке больше теста и очень мало меда, а в башкирском там больше меда, чем теста. Хороший чак-чак такой, да? Хороший, да, да. Настоящий, более-менее. Да, да, да. Вот, Юля, знаете, есть же места, допустим, в Алмате, в одном из парков, есть кафе, которое вот регулярно горит. Вот там раз в год точно, вот может вы его даже знаете. Вечный огонь. Вечный огонь, да. Может так его и называют. Вот вы, когда выбираете место для очередного ресторана или бара, на что вы смотрите и вообще какие критерии? И может быть верите ли вы в созвездие, вот когда лучше открыть или там? Ну, на самом деле, действительно, критерий для помещения под ресторан очень много, и они очень сложные. И в данное время они еще и усложнились. Почему? Во-первых, активность населения стала более такая, более активная, да? То есть они начинают писать всем, жаловаться и так далее. То есть наличие жилого комплекса над рестораном, это действительно проблемное помещение. То есть любой шум, который вы оказываете в этом ресторане, он влияет напрямую на покой наших соседей. Они очень беспокойные и начинают сразу писать всем. Бакемат и так далее, и так далее. Ну, собственно говоря, я их понимаю, если бы я был там, жил, я бы тоже, конечно, очень нервничал. Почему подо мной там какие-то люди танцуют, а я хочу спать и так далее, и так далее. Также проблема с вытяжками. Понимаете, если это многоквартирный высокий дом, и тут какие-то вытяжки, которые шумят и так далее, тоже мешают жителям. Поэтому очень много факторов нужно учесть при поиске этого помещения. Желательно, чтобы оно было отдельно стоящим. Желательно, чтобы у него была парковка своя. Очень важно, чтобы там было нужное количество электроэнергии. А сейчас электроэнергия не так все хорошо в городе. Нужна обязательно специализированная канализация. То есть это под общий ПИД, есть специальная канализация. Есть специальная вытяжка, то есть есть стандартное кондиционирование, а еще есть кухонная вытяжка. В общем, очень много факторов. И найти такое помещение не так просто. И еще и в этом заключается сложность, чтобы выдерживались эти качественные процессы, процедуры. Помещение тоже должно обладать этими всеми факторами. То есть если у вас не будет, допустим, достаточно электричества, то вы начинаете экономить на холодильных камерах или еще на каких-то вещах. Если у вас не будет хорошо работать вытяжка, в зале будет некомфортно сидеть. И в общем, в итоге, подобрав неправильное помещение, вы уже изначально увеличиваете шансы на его быстрое закрытие. А специальная канализация, это что такое? Какие-то жироуловители должны стоять? Промышленные жироуловители, потому что в общую канализацию ресторан не имеет права сливать воду. Иначе засорится все. Иначе засорится, и вообще это запрещено законом. Поэтому там должен быть специальный жироуловитель. Он, как правило, там врезается в колодцы рядом. То есть это можно сделать, но его наличие это необходимо. Потом вычищать это все? Да, это раз в месяц приезжает служба, она вычисляет. Но вдобавок, если это будет в жилом доме, замечательно, есть возможность взлететь на воздух от взрыва газового баллона или сгореть заживо. Ну, газовые баллоны у нас запрещены. Ну, регулярно же что-то взрывается. Ну, это кто-то нарушает закон. Вообще газовый баллон нельзя. Вообще там есть специальные условия для использования газовых баллонов. Они выносятся на улицу, ставится в специальный железный контейнер, и тогда их можно подключать. В принципе, тогда не взорвется, потому что это на улице, это проветривается и так далее. Но, к сожалению, есть такие люди, которые ставят их внутрь, ну, и это приводит к взрыву. А это запрещено, это нарушение. Ну, если честно, да, мы же вам пообещали, что будут кардежные вопросы, Юрий. Почему горят кафе, рестораны? Ну, явно не из-за проводки пошел конкурент. Это проводка. Пошел конкурент к газинчикам ночью. Не-не-не, честно говоря, у меня горело там порядка, ну, то есть бывают такие пожары, и на моей памяти у меня горело, наверное, штук шесть раз, там, семь, может быть, восемь рестораны. Они все, слава богу, горели так потихоньку. Но во всех было один, один раз был это возгорание фритюра. Знаете, фритюрный жир загорелся. Опять же, просто это неправильно использовал его повар. А пять раз горел из-за проводки. Давали больше нагрузку, провода не выдерживали, они начали плавиться, они возгорают, они очень резко начинают гореть. И если что-то еще рядом есть горячее, там, типа, деревянная крыша или что-то еще, то сразу моментально все возгорает. Вообще электричество – страшная вещь, горит очень серьезно. И большинство ресторанов у нас горит именно по этой причине. Вторая причина в городе – это если, когда вы не чистите вытяжку, там скапливается в любом случае жир. Его надо там раз в квартал чистить. И не дай бог туда попадает, любая искра, вся вытяжка начинает гореть. Как свеча. Помните, вот недавно был пожар, ну как недавно, лет пять назад, на юбилейном. Какая-то искра попала, где-то была вытяжка там далеко не почищена, и вот она загорелась. Ну какой страшный бизнес, смертельно опасный. Вообще ресторанный бизнес очень опасный, очень тяжелый, мало рентабельный, вообще не знаю. Что же вас туда занесло, в эту сферу, Юрий? Открыто сказать, я туда случайно попал. Я вообще музыкант профессиональный. Я закончил консерваторию. Я очень долгое время играл в оркестре, жил хорошо. И тут это началось. Но, знаете, музыканты мало получали. Я в 90-х годах это все было. И там, помните, был кризис такой серьезный. И у меня там зарпад-то было, не знаю, 50 долларов или 100 долларов, сейчас не помню. В общем, на эти деньги невозможно было прокормить семью. Я просто пошел подрабатывать в клуб ночной. Просто каким-то помощником барменов. И вот там зарабатывал гораздо больше. Потом в итоге там где-то я стал барменом, там и так далее. И уже настал такой момент, когда выбирать надо было либо работать в оркестре, потому что уже времени не хватало, либо работать там. А там я гораздо больше зарабатывал. И мне пришлось просто бросить музыку, 15-летний свой опыт и стаж закончить и вот начать там карьеру. Ну, это чисто из финансовой сферы, из-за проблем с финансами, скажем так, да. Ну, и так сфера попалась. Просто в то время, наверное, человеку с нуля начать было тяжело где-то. А в ресторанной сфере можно было. Да, собственно говоря, и сейчас. Сейчас, в принципе, если вы придете официантов, вас всегда возьмут на работу. И если у вас желание вырасти и сделать какую-то карьеру, то это очень легко сделать в ресторанном бизнесе. Потому что там всегда можно двигаться спокойно и стать сначала официантом, потом там заместителем директора, потом директором. Ну, и в конце концов, наверное, что-то свое открыть. Ну, либо стать каким-то топ-менеджером в каких-то многих ресторанах там и так далее. То есть одна из таких сфер, где тяжело работать, но расти карьерно, в принципе, можно. И легко. Вы собираетесь? Если вы такой упорный, и вы любите работать, потому что очень много времени отнимает работа. Уже постоянно быть включенным в работу. Постоянно быть в тренде, да, искать что-то новое. Кто на рынке новый появился, какие поставщики, какие продукты, что на базарах новое, как цены растут, как не растут, что надо предвидеть. Вот сейчас Новый год, мы все понимаем, цены поднимутся. Значит, мы тоже должны уже скорректировать цены. Потом будет летом цены падать, значит, мы должны чуть-чуть опуститься. Потом аренда растет и так далее. Короче, ты постоянно должен быть в бизнесе. Юрий, ну и что же, пока Митя думает, в какой же ему пойти ресторан с вашим официантом, да, или сразу с директором, да. Такой вопрос. Что же нового из продуктов питания появляется на рынках и вообще у поставщиков? Мне кажется, в связи с пандемией только сократился. Абсолютно верно. Вот мы сейчас тоже попали в такой, наш сектор очень уязвимый оказался и мы сильно зависимы от логистики, да. И количество продуктов как раз-таки сократилось. Кроме того, что это логистические проблемы, это еще и курс валюты, да, он сильно там падает в нашей тенге. Из-за этого зарубежный продукт очень растет. То есть у нас продукты сокращаются, которые приезжают из-за границы, там, из Италии к тому и к той же и так далее, и так далее. И мы используем и испытываем большие трудности с продуктами сейчас. Наша продуктовая матрица, наоборот, уменьшается. То есть если до пандемии она как-то росла, какие-то новые и производители появлялись, у нас представители, да, и так далее. А сейчас мы, наоборот, ужимаемся и мы даже где-то сокращаем меню. И сейчас сократили его для того, чтобы выжить в эту пандемию. Так что сейчас пока еще не наладилось все. Я надеюсь, что... Выжить почему? Клиентов мало? Потому что мы не могли выдержать это меню. И по тем ценам, что цены стали подниматься при ввозном продукте, и мы стали много искать на локальном рынке. Соответственно, мало чего есть локального, да. Нам пришлось сокращать меню, чтобы использовать только локальные продукты, потому что они более низкая цена, чтобы цену не поднимать в меню сильно. Потому что, по моим подсчетам, там за год цена продукта в среднем поднялась где-то на 30%. Мы не можем на 30% поднять меню. Потребитель на 30% не выросла зарплата. Ну да, конечно. Поэтому мы можем поднять на 10% всего. А вот эту вот разницу мы должны в чем-то компенсировать. И нам пришлось компенсировать это в замене продуктов иностранных на локальные. Соответственно, удержать цену в меню, чтобы сильно и резко не поднимать. Митя, ну как вы? Так я вот не знаю. Мне кажется, все-таки... Желание пропадает. Желание пропадает все больше и больше. Очень рискованно. Тем более, вот в плане продуктов, когда вот замена... Я очень люблю вопросы про патриотизм. Но мне кажется, все-таки иностранные продукты, они наверняка качественнее, чем казахстанские. Или все-таки я ошибаюсь здесь? Я бы не по всем. Есть, конечно, которые там, ну, допустим, трюфель. Ну, понятно, что у нас его нету. И, наверное, он качественный там итальянский, да? Или французский. Но оливковое масло. У нас не растут оливковые деревья и все. Они там растут. Но зато есть такие, как подсолнечное масло. Это наш продукт, он как бы нормальный. У нас хорошая картошка. У нас хорошие овощи. То есть, в любом случае, они лучше, чем везти за границей откуда-то, да? Они натуральные более и так далее, и так далее. У нас есть хорошее мясо. То есть, та же конина. Конину вы за границей не найдете нормальную, да? У нас хорошая конина. У нас хорошая баранина, если там хорошо поискать, ее можно найти и так далее. Да, цена там сейчас повысилась, повышается и так далее. Но, тем не менее, это натуральный продукт. Там минимальное количество каких-то кормов непонятных и так далее. Очень много свободного выпаса все еще до сих пор. Благо, у нас есть там джай-ляу и другие там пастбища. В принципе, у нас и говядина. Видите, очень много сейчас на Западе используется. То есть, есть два вида говядины. Есть травяной откорм, есть зерновой откорм. Весь Запад фактически есть зерновой откорм. А зерновой откорм, понимаете, это пшеница, другие какие-то зерновые культуры. Они все равно относятся к разряду ГМО какого-то и так далее. А травяной откорм, он, конечно, мясо более жестче, оно менее жирное, постное. Но оно более натуральное. И вот сейчас в том же Западе, несмотря что они там выросли на зерновом откорме, сейчас в тренде более начинает травяной откорм, такой как у нас. Поэтому, в принципе, у нас мясо тоже хорошее, оно более натуральное. Поэтому я за локальные продукты, за поддержку локальных. А всякие куры, гуси, утки, кролики? Смотрите, с курями тяжело, потому что все они промышленного производства. А так называемые куры фри-рэнч, это свободного выпаса, их очень мало. Но они там немножко рискованные, потому что мы не знаем, какую они проходят сертификацию точную и так далее. То есть пока мы пользуемся, конечно, промышленными, нашими производителями, надо искать это, смотреть. Я все равно за локальный продукт, и надо... Он есть на рынке, и просто надо знать, где брать. Ну, компания «Ардагер» замечательных курочек производит. Да, да. Не, ну, курица тоже местная, хорошая, все на ней выросли, и растем дальше. А вы что предпочитаете? Конину или курятину? Я! Или медвежатину? Да, все, кроме медвежатины. Потому что не пробовал. А что и вкусно, вкусно, да. Чего не пробовал, того не пробовал. Шеф-повар одного из ресторанов, тоже не буду пяпь здесь. Когда придет к нам в гости, тогда пропиаривается. Бесплатно, да. Как-то угощал меня медвежатиной приготовленной. Ну, это ресторан специализируется на дичи. Но это было что-то. Крупно-волокнистое мясо. Он его потушил, и у меня дети навернули по две порции. Хотя старший ребенок вообще не мясоед. А тут прямо говорит, мама, дай. Вот интересно. Это, наверное, хорошая. Кстати, в магазинах много появилось российской медвежатины, олимпиадины. Она, правда, сырокопченая какая-то, да? Да, да, да. Ну, да, в консервах, да. В супермаркетах очень много появилось. В консервах, да. Вот, кстати, говоря о поварах, и вообще успех же действительно любого ресторана, это все-таки, наверное, это повар и люди, которые обслуживающие персонал. Это персонал. Да, это персонал. И вот какую вы играете роль в подборе персонала? Непосредственную? То есть через вас все проходит? Или все-таки? И вообще на что вы обращаете внимание, когда берете к себе на работу человека? В данный момент у меня такая ситуация, что, видите, у меня огромное количество людей, у меня там работает порядка тысяча человек, может быть, полторы. И я, конечно, не принимаю напрямую участие в подборе персонала. Я больше занимаюсь подбором топ-менеджмента, да. И с ними, конечно, я сам лично провожу собеседование, их и нанимаю. Больше всего здесь играет, наверное, моя роль – это утверждение и дать направление в политике работы с персоналом. Это самое важное. То есть определить те правила, по которым мы будем работать, и по этим правилам, чтобы персоналу было комфортно работать, чтобы они не разбегались, грубо говоря. Конечно, есть и кучка кадров, особенно среди рядового персонала, и особенно среди официантов. Это, в принципе, такой рыночный фактор, он везде. То есть независимо от вашей корпоративной культуры, официанты – это все еще у нас профессия временная. Нету такого отношения к ней как к профессиональному какой-то карьере. Но что касается вот шеф-поваров, директоров, управляющих, у меня есть огромное количество такой пул персонала, который работает со мной реально 16, 18 лет, 10 лет, с кем-то. Я вообще 20 лет работаю. Мы когда-то начинали вместе, потом так получилось, что я стал владельцем ресторанов. Они ко мне перешли как сотрудники уже на топ-менеджерские позиции. До сих пор мы с ними работаем. Я считаю их даже не моими сотрудниками, а как моими партнерами. Потому что уже мы настолько с ними вместе 20 лет, 15 лет, что я не могу сказать, что это мой сотрудник, это мой партнер. Многие там сидят даже у меня, они получают процент какой-то, у них какие-то TPI, которые приравниваются в принципе к их партнерству. То есть они не на чистом окладе работают. Поэтому это мои партнеры. И вот тут очень важно найти такой вот контакт с человеком, с персоналом, чтобы они тебе больше всего доверяли. То есть это важно. И это помогает удерживать их потом. То есть сложная работа тоже. То есть вы удерживаете больше пряником? Я стараюсь так. Нет, я кнут вообще. Я с какого-то времени стараюсь. Я практически их запретил, штрафы. Единственное, остались не штрафы, а возмещение материальной ущерба. Если человек что-то действительно взял, сломал специально, и тогда он просто возмещает вот это только. Мы его не штрафуем, мы определенным штрафом. Вот ты должен 100 долларов. Нет. Вот он испортил, не знаю, розетку специально. А розетка стоит 100 тенге. Вот верни 100 тенге или поставь розетку на место. Ну, грубо говоря. А посуда разбилась у этого официанта? Бывает такое часто? Это считается ошибкой. А? Он за это не платит. А если гость разбил что-то? Ну, тем более не платит. Мы списываем это на убытки. У нас заложено это изначально в отчете нашем, в бюджете. А вот чаевые, которые дают официанту, действительно идут официанты. Особенно если вот эти 10% отчета. У нас был тоже один, еще до вашего соведущества, Митя, тоже, он называл себя ресторатором. А вот и говорит, что вот эти 10% от них почти ничего не остается официанту. Уходит в ресторан. Так ли это? Ну, на самом деле здесь, знаете, как вот получается. Вообще все 10% идут на зарплату. Но на зарплату не только официанту. На зарплату еще и поварам, потому что повар напрямую не получает официанту. А, то есть за обслуживание, считается, повар тоже обслуживающий персонал. Ну, как бы, да. Ему же гость не может прийти на кухню там. Так, идите сюда все и каждому отдать. Комплимент, да. То есть это, грубо говоря, общий котел, да, который распределяется... Понятно. ...деперсоналом. Но, конечно, официанты еще и многие гости, просто чисто ему ночевые. Он тоже тех берет себе, наверное. А если случается какой-то оврал, я слушала горестную исповедь рассказ девушки Хостес, да? Правильно называется? Хостес, да, есть такое. Которая встречает гостей и сажается в столик. Вот когда час пиквали сходит, очень много гостей, то она тоже ходит, обслуживает столики и принимает заказы, носят. Но она с горечью говорила, с обидой, со слезами в голосе. Ей никогда не достаются эти чаевые. Чаевые достаются тому официанту, за которым столик закреплен. Неважно, она или этот официант его обслуживали. Что за несправедливость такая? Ну да, к сожалению, есть такие моменты. Есть два вида, два типа распределения чаевых. В разных компаниях, в разных ресторанах устроены по-разному. Но есть такое, когда все официанты скидываются в общий котел, потом всем эти в конце смены чаевые раздаются. Ну как-то по каким-то равным частям или неравным, в общем они всем раздаются. Есть другой вариант, когда каждый официант забирает себе, и сам уже официант по своему личному умолчанию может дать кому-то там, кто ему помогал. Вот хостес помогал ему, обслуживав, в принципе он сам ему может дать. Но это уже там какие-то личные взаимоотношения, на которые там руководство уже не может повлиять. Вот так. Если вот у них так не принято ей давать, ну это там уж какие-то внутренние несправедливости по отношению к ней. Мне кажется, Митя, что если бы вы пошли работать официантом, вы бы, наверное, протестовали против того, чтобы скидываться в общак и потом делиться. А вдруг бы вам пришли и миллион тенге или миллион долларов дали чаевых? Ой, я бы свой ресторан бы сразу обслуживал. Ну вот, конечно, да. А вы бы сказали, ну-ка делись тут. Да, видите, официанты многие так и думают, что вот я же очень хорошо обслуживаю, я там выложился. Да, да, вот тут не обслуживает. Мне дали там 200 долларов или миллион тенге, а ему не дали. Почему я должен с ним делиться, когда я вот... И есть конфликт вот такой интересный. Да, у меня есть такая ситуация. Какие самые большие чаевые вообще вот было ли? Может быть, вы знаете или слышали? Потому что у нас же щедрые люди. Особенно, когда выпьют. Ну да, ну знаете, я так не могу точно сказать, но знаю, что там тысяча долларов это бывает. А-а-а. Да. Ну там в каких-то хороших ресторанах. Там все... На самом деле сейчас гости такие, они достаточно прагматичные. И они смотрят на счет. И примерно они оставляют 10% от счета. Конечно, если там счет они на полмиллиона, то 50 тысяч они могут спокойно отдать официанту. Некоторые, приходя в ресторан, я знаю таких людей, моих знакомых, друзей, которые сразу говорят, официант, иди сюда, сразу ему дают там 200 долларов, не отходи от меня. Заранее дают чаевые, чтобы человек уже заранее хорошо... Там на самом деле все зависит от официанта. Есть официанты такие, которые зарабатывают очень много. Просто на своей харизме, на своем интересном обслуживании, нестандартном каком-то, да, которые могут там... Что значит нестандартность? Песнями, танцами? Нет, нет, имеется в виду предугадать гостя. Вот вы пришли, он вас запомнил, вот второй раз мы пришли, и он помнит, что вы пьете там кофе без молока, сахар, сахар заменителем. И он к вам подходит. Вам же как обычно с сахаром заменителем. И вы такой, раз, у вас сразу такое приятное впечатление. Ох, ты запомнил. Сразу начинается хорошее настроение, да. Вам как обычно умерло 2010 года. Ух, ну и это помнит, надо же. И вот, и вы все, настраиваетесь. Вы потом приходите, вы этого глазами человека ищите. Вы готовы даже иногда ему дать сверху, чтобы это компус, что он все знает. Он знает, как вам правильно подать чай, как ваших гостей обслужить и так далее, и так далее. И вы перестраховываете, чтобы у вас не было неловких ситуаций, когда вы кого-то пригласили. Вы ему заранее даже даете чаевые, иногда, но я знаю таких людей, которые точно уверены, что этот официант хорошо обслужит, да, и у него не будет проблем никаких с этим вот столом, с этим мероприятием. А какие бывают неприятные моменты в работе официанта? Ну, хамство или что-то еще? Бывает хамство, бывает такое, да. Ну, то есть человек не понял гостя, да, и начинает, допустим, панибратство какое-то там. Такое бывает, это раздражает гостей. Бывает неумелое просто обращение с блюдами, как-то несет неправильно, может, извиняюсь, пальцем там где-то засунули, а это непрофессионализм, да? Супчик, да. Бывает, да. Не дай бог, да. А бывает, да, напиток в грязном стакане, то есть вы берете грязный стакан, он просто его не протер, или там вот так вот взял руками. То есть официант должен брать стаканы вот так. Ну, он же тогда не грязный, он просто заляпанный, что-то. Ну, я считаю, что это грязный. Ну, я же еще, да. Если он так возьмет, то все остается пьяным. Ну, конечно. И так далее, и так далее. Много моментов, которые гостей раздражают. Или медленно просто приносят, там, попросил кофе в конце, вы уже ждете, где-то 20 минут прошло, 30 минут, вы уже свой пирожное съели, а кофе все нет. Или, ну, такие моменты, очень много, которых вас раздражает, все это непрофессионализм просто. А если пьяный гость, дебошили? Это проблема. Да. Здесь тоже нужно умение официанта вот сделать этого гостя из агрессивного, таким позитивным, добрым человеком и отправить домой. Здесь каждому гостю нужен свой подход. Ну, что, ему клофелин в чай подсул? Нет, почему? Там надо... Или пурген. Там разные инструменты есть. Пусть отдыхает в туалете. Кому-то действительно надо еще дать выпить, чтобы он действительно уже просто успокоился. А кого-то нужно там, наоборот, кофе дать, чтобы ему предложить. Или даже за счет заведения угостить кофе, эмспрессо. Выпейте, он выпивает, приходит в себя там и так далее. Или сопроводить там, допустим, тот же туалет, чтобы он немножко там умылся. Разные моменты есть там. А где-то можно даже действительно уже охрану применить иногда. Такое бывает. Расскажите, пожалуйста, Юрий, какой-то интересный такой случай, вам запомнившийся, связанный с гостями в ресторане. И как ваши сотрудники, или, возможно, вы сами нашли выход из него? Уф, честно говоря, так настолько много разных моментов. Ну что первое всплывает в Клапите? Особенно у нас звезды же очень есть такие, которые любят к себе такое отношение не как к обычным людям. Да я же там звезда, давай обслуживай меня. Кстати, сейчас в последнее время за счет Инстаграма и камер, да, вот это немножко ушло. Они все боятся, что... Так они что-то говорят, их выложат в Инстаграм, и потом будет скандал. И вот это вот раньше такое часто было, да. А вот сейчас такого нету. Звезды, кстати, ведут себя очень хорошо, прилично. Но боясь, наверное, опять же попасть куда-то. Какие-то новости, очередные там скандалы. Сейчас я пример пытаюсь вспомнить что-то интересное. Ну я не знаю, вот сейчас как-то один момент приходит. Это было давно. Я еще был сотрудником там, когда-то работал официантом. У нас был такой момент, это был ночной клуб. И пришли очень такие серьезные люди. А у нас вот мы с коллегой там, с официантом обслуживали стол. Была такая ситуация. А люди выпили уже хорошо. Ну понятно, нашу клуб, всем хорошо там. И официант подошел, вот мой коллега стоит с рюмками. И поставил одному, второму, третьему и четвертому. И вот стоит рядом с ними, они собираются выпить. И там была такая ситуация, значит, что мужчина встает, снимает пиджак, а музыка играет. И говорит официанту, подержи. А официант сказал, подержи. Они все с рюмками. И он тоже берет рюмку и с ними начинает чукаться. Поддержи. Говорит, я тебе сказал, подержи, ты что тут? И он даже конфликт начал какой-то. Ну там уладили, все. Но это слово, поддержи, поддержи. Вот по небрасу, когда он не понял, думал, поддержи. И он такой, ну, взял рюмку. Думал, поддержи. Потому что все можно ждать от этих гостей было, да? И он неправильно его понял. Вот к примеру, да? Потом эту ситуацию, конечно, загадили, ну, ладно. Вот такие вещи. Конечно, бывало разное. Я с 90-х работаю. Там раньше было и криминальные ситуации, да? Когда там и дрались там сильно, там и разборки были, и так далее. Все было. И вот сколько у меня шрамов, да, Юрий? Такая рюмка. Да. Ну, просто на эти ночные клубы там все было, да. И летали бутылки у нас, и так далее. Мы прятались с аварной стойкой, и драки были. Все было. Вот, Юрий, говорят, как корабль назовете, так он и поплывет. Кто дает название, или это вы даете название такие вот заведениям? Потому что я знаю, что вот, ну, если вы дали, то это потом, может быть, и в другие уже пошло, и города, и не факт, что они у вас купили эту франшизу, может, они просто даже там назвали. Да, ну, вот здесь, конечно, давая название, нужно защититься. У меня все торговые знаки сразу начинают патентовать. Потому что у нас, так как у нас федеральная сеть, любо говоря, национальная по всем городам, поэтому мне приходится все сразу фиксировать по закону, потому что в других городах тоже начинаются клоны. У нас даже уже часто были судебные разбирательства. Нам через суд приходилось заставлять людей сменять вывески. Вообще, для меня это удивительно. Стоит ресторан, и через дорогу открывается таким же названием. Зачем? Неужели нет другого названия, господи? Никогда не понимаю. Потом начинается судебное разбирательство. Через суд заставляют снять эту вывеску. Зачем это людям надо, мне никогда не понятно. Поэтому, кто называет? Зачастую называют сами владельцы, конечно. Если это, конечно, не тот момент, когда вам разрабатывают всю концепцию какое-то маркетинговое агентство, предлагают концепцию, предлагают продукты, выявляются блюда, все полностью. И они же вам предлагают какие-то названия. Ну, у меня так получилось, что все названия мы сами придумали. Я там партнеры, или персонал там участвовал в брейншторминге. Но все названия придуманы нами сами. И тут же запатентованы, и так далее, и так далее. Ваши рестораны, они на какой кухне базируются? У меня есть разные рестораны. Ну, перечислите. Ну, допустим, вот Бао. Бао Asian Food, да? Это азиатская, паназиатская кухня. Там собран микс кухонь Юго-Восточной Азии. Япония, Китай, Малайзия, Сингапур, там и так далее. Таиланд. Вот такая кухня, к примеру, да? Есть рестораны, допустим, пивные. Пинто-бар, да? Там Tex-Mex кухня ее называют. То есть это американо такая, мексиканская, английская. То есть там самые простые блюда. Бургеры, стейки, пиццы и так далее, и так далее. То, что, как вы говорите, народу только суши нет. То, что любит народ. Есть, допустим, так, что еще есть? Есть пиццерии, да? Ну, там понятная пицца. Есть такой бар, называется Сухой закон. Он один, Сухой закон название, да? Да. Кстати, вот я его сам с партнером придумали. Летели в самолет и думали, давай-ка откроем ресторан. Какой? Пока летели, придумали название. Сухой закон. Там все построено на стойках, наливках, вот такое, да? И там кухня авторская. Авторская кухня. У нас сейчас очень много в городе авторских кухонь. У многих. Это что? Это когда шеф-повар, какой-то хороший, там, да, предлагает популярные блюда, но в своей интерпретации. С какими-то своими соусами, в своей подаче и так далее, и так далее. Вот там у нас авторская кухня от нашего шеф-повара. Он там каждый день что-то придумывает и так далее. Что-то еще у меня было. Забыл. Ресторан. Ну, в общем, давайте поговорим про ваш паназиатский ресторан. Знают большинство людей, китайская кухня, это что? Что? Это рыба. Какая-то жареная. Острое, да, такое лапша, все прочее, да? Японская, ну, суши, но не роллы. В Японии роллов, по-моему, нет. Ну, вообще, роллы придумали американцы. Когда, опять же, это японцы, которые приехали в Америку, они начали в Америке подавать традиционные суши на рисе, но американцы не поняли. А японцы эти увидели, что они все едят роллы. Роллы только как-то, вот, сэндвичи, знаете, такие в этой, в тортилле, в кефси, там, макдонис, везде эти роллы. Рэп они называются, да? Вот, и они просто сделали аналог. Они завернули эти суши в рис и придали американцам. Американцы начали есть. Оттуда они пошли. Но сейчас в Японии эти роллы уже тоже есть, на самом деле. Но это уже когда после того. Вообще, роллы, они были, эти роллы, они были без рыбы. И раньше давали японцы своим воинам в поход куда-то или там на поле. Заворачивали рис в эту бумагу и там что-то еще плали. Ну, обычно это были что-то маринованное, консервированное, типа маринованная какая-нибудь там килька или что-то. Ну, то, что не пропадает. А сырую рыбу они ели в основном так, чисто сашими. Ну, а сингапурская кухня, она какая? Но это тоже будет микс, как и сама страна. Или в основном китайская? Сингапурская в основном, конечно, микс, но у нас блюдо сингапурской... Там же китайцев больше. Там китайцев, да. 70% населения это китайцы. Но китайцы уже такие тоже миксовые. А сингапуренные. Да, сингапуренные. В основном у нас, допустим, в ресторане это лапша сингапурская, да? Там с какими-то креветками, с чем-то еще. Там в Сингапуре морепродукты. У нас есть тайская кухня. Это, естественно, том-ям. Там лапша под тай. А есть... Малайская это что? Малайская это тоже рис и лапша. У них есть такая очень традиционная, называется мигуаренг. Это жареный рис или жареная лапша с курицей. Они остренькие такие, со специальными приправами, именно малайзийскими. В малайзийской кухне, помню, только крабов в остром красном соусе. А, ну вообще это, кстати, знаете, что-то придумано в Сингапуре? Ну, рядом все, конечно, да. Ну, там вся кухня на самом деле сильно перемешана. У меня есть китайские, вообще это не китайские, а тайваньские, но это тоже Китай. Тайваньские бао. Вообще бао это булочка. Это такая... Ну, пампушки. Пампушка такая, да. И вообще, первое блюдо, которое там было, это бао-бургеры. Это пампушка, жареное по-азиатски мясо в специях с овощами. Туда фаршируется, и это такой бао-бургер получается. Там либо мясо, говядина, либо курица, либо утка там и так далее. Приветка. Помнилось традиционное японское блюдо тоже хлеб с жареными макаронами внутри. Начинка такая. Интересно. Достаточно вкусно, кстати. И такое народное, демократичное блюдо. Ну, да. Ну, вот у нас эти бао-бургеры там очень хорошо продаются. Различные типаньяки. Это вот полу какой-то типаньяки, даже трудно сказать. Оно есть в каждой стране азиатской. Это и в Монголии даже есть там, и везде она есть. Вообще-то японцы тоже. Типан – это японская такой гриль, да. В котором они все жарят. Из японского у нас, конечно, есть традиционный мисосуп. Там какая-то рыба тоже японская есть. Из корейское блюдо. Ой, там яминчикен такая корейская курица, обжаренная в такой легкой крахмальной планировке. Ну, в общем, вот там много блюд, я даже сейчас могу все не вспомнить. Я вас, кстати, поздравляю. У вас недавно открылся очередной бао. Это вот, наверное, первая такая ласточка после пандемии, когда, наоборот, все закрывалось. И я знаю многих людей, которые прямо посидели во время пандемии. Смотрю на вас, у вас волосы не крашены, ни одного седого волосочка. Как так? Насколько для вас это было действительно тяжело? Нет, для нас пандемия была шоком, потому что мы никогда не могли поверить, что могут закрыть рестораны. То есть все можно было представить. Ну, что вот такой локдаун был, что нам скажут, все, закрыто, вы не работаете, потому что какой-то есть там где-то вирус. Для нас это была фантастика какая-то. Конечно, когда нас закрыли, у нас был шок, но благодаря тому, что, в принципе, команда наших руководителей, топ-менеджеров, я сам, мои партнеры, в принципе, все, скажем так, играющие тренера, мы все в работе. Мы все менеджеры, прежде всего я говорю, что мы не рестораторы, мы менеджеры. Мы быстро как-то собрались и выработали стратегию, как мы будем выживать, что мы будем делать, какие будем делать собрания, совещания и так далее, и так далее, чтобы поддержать персонал, чтобы показать им, что мы там не сдаемся, да, чтобы мы будем бороться до конца. И, собственно говоря, наша стратегия победила. Доставка. Доставка тоже, мы запустили доставку, и, кстати, вот БАО Азиатская, как раз хорошо эта концепция подошла под доставку. До пандемии, кстати, у нас доставка плохо работала, мы ей даже не занимались, у нас так все было хорошо, и мы не обращали внимания. А пандемия нас подтолкнула к тому, чтобы мы создали хороший сайт, сделали там всякие, привязали его, синхронизировали с нашей CRM-системой, все это сделали в пандемию, сделали там своих курьеров, свой колл-центр. Короче, мы столько сделали за пандемию, сколько мы никогда бы не сделали. Так что пандемия нам помогла где-то модернизироваться, да, диджитализироваться, как сейчас говорят. И благодаря этому, то, что мы запустили доставку, я часть персонала, тех же пивных баров, которые были закрыты, и они не могли там ничего сделать, они перешли работать в доставку. Многие даже директора занимались в доставку, но им было делать нечего, они там в своих машинах развозили, там, да, лапшу и так далее. И плюс пиццерии тоже хорошо работали на доставку, и это нам, в принципе, помогло достаточно и так лояльно пройти этот карантин весь. И мы, когда уже он закончился, мы вышли туда, я скажу, победителем, победители, прежде всего, самих себя. То есть то, что мы не сдались, то, что мы остались на плаву, для нас это было прям какое-то такое, знаете, покорение вершины очередной. Такой мощный и такой, какой-то, не знаю, челлендж, я бы сказал даже, да, это было даже интересно, в конце концов. Честно, какой-то момент у нас тоже был шок и паника, что делать, что делать, как делать, потому что, представляете, аренды, да, висят, такие косты большие, там, затраты, что делать. Мы там с персоналом долго разговаривали, объясняли им, что мы сейчас не можем платить 100% зарплаты, давайте на 50%. Кто-то согласился и остался, конечно, кто-то ушел на какие-то там другие службы, кто-то к нам же пришел в курьеры работать. В общем, была такая ситуация, сложная, но тем не менее, она нас закалила, я считаю. И вот поэтому, наверное, потому что мы как-то держались вместе, мы много устраивали зум-конференции, потому что у нас в других городах, чтобы тех поддержать тоже. У нас было там два или три раза в неделю конференции обязательно, там, говорили, что делать, как общаться с гостями, то есть посылать им какие-то подарки. Ведь когда нас закрыли, мы не ожидали, у нас огромное количество продуктов было на складах. Они же пропадут скоро, да, и мы решили, чтобы их не выкидывать, часть отдали персоналу, тот, кто решил уйти, да, и мы как бы парашют такой не сделали. Сухой паек, да? Сухой паек, да. А часть мы что-то готовили, отправляли гостям в виде подарков, чтобы они просто про нас не забывали, что вот мы есть, мы живые, даже вот там бесплатно. А потом у нас было много на тот момент муки там каких-то складов, естественно, мы видим, что мука может не дожить до конца карантина. Мы их начали варить пиццу, жарить пиццу и отправлять, допустим, в больницу, кормить врачей там и так далее. Ну, то есть все делали, чтобы это просто продукты не пропали, и люди работали, как бы, да, и что-то, жизнь какая-то была в ресторанах, какая-то, да, ну и вот это помогло нам выжить. Благодарим вас, Юрий, за ваши визиты, нашу передачу «Избранный». Судя по тому, как горят ваши глаза, какая у вас сияющая улыбка, вы счастливый человек, вы занимаетесь любимым делом. Не жалеете, что пришли из музыки? Нет, 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 мне это так увлекло, что я теперь не могу вырваться. Теперь ресторан и кухня, приготовление еды, это руководство этими процессами, это ваше искусство, это ваша музыка. Я желаю вам, чтобы эта музыка всегда звучала в вашей душе. Музыка радости, музыка счастья, занятия любимым делом, музыка благодарственных слов от ваших клиентов, любимых и новых, музыка душевного тепла и благодарности от ваших сотрудников. И, конечно же, пусть все это приумножается в счастье вашей семье, здоровье вам, и пусть ваши рестораны становятся все более и более вкусными с каждым днем. Спасибо вам. Вам большое спасибо за приглашение. Друзья, как замечательно, что в наше время нам Всевышний дарует огромные возможности для самореализации. Даже если вы не являетесь шеф-поваром в прекрасном ресторане или не являетесь предпринимателем ресторанного бизнеса, вы можете быть предпринимателем вашего собственного дома или квартиры, руководителем вашей семьи, шеф-поваром вашей личной кухни. И для того, чтобы быть успешным и удачным руководителем и поваром вашей личной субъективной реальности, нужно позволить объективной реальности прорваться к вам в ваше мировосприятие. Если вы привыкли готовить и кушать только один или несколько видов пищи, наверное, стоит разрешить себе прикоснуться к искусству кулинарных изысков других стран и народов. Казахстан – это многонациональная страна, и у нас с вами есть прекрасные возможности продегустировать блюда наших соседей как по лестничной площадке, так и по нашему общегосударственному бытию. И если, а это, кстати, уже доказано наукой, человек расширяет свои горизонты хотя бы в одной сфере деятельности, например, в еде, еда – тоже деятельность, надо купить продукты, что-то приготовить или выбрать ресторан, пойти и сделать заказ. И если хотя бы в этой сфере, в основной базовой потребности вы позволите себе быть чуточку более многосторонним, вы увидите, что ваше сознание начнет раскрываться, впуская в себя аспекты окружающей ее реальности. И вы станете более наполненным человеком, вы станете жить более интересной жизнью, будете интересны для самих себя, для ваших близких. И тогда скука останется серой тенью давно позабытого прошлого. Я желаю вам быть по-настоящему счастливыми и оставаться с нами. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!